Продолжение следует... Продолжение следует... Просто если у вас будет желание поделиться и такая возможность, пишите во вкладку «Вопросы», чтобы я смогла после вебинара дочитать, может быть, окружающим, и тоже мы узнаем что-то новое, интересное и полезное. Рассматривать тему изменения поведения мы будем с точки зрения прикладного анализа поведения. Это моя вторая специальность. По первой специальности я логопед-дефектолог, и у меня второе высшее образование, я специалист по прикладному анализу поведения. В России это достаточно новая специальность, в отличие от стран Европы, Америки и Канады, где этой специальности уже более полувека. И я бы хотела объяснить, почему именно с точки зрения прикладного анализа поведения мне кажется очень важным и интересным рассмотреть тему самоуправления. Ну, например, ситуации, когда группа студентов начинает готовиться к экзамену, и кто-то из студентов каждый день, например, прорабатывает по одному-два вопроса. Кто-то из студентов, не обращая внимания на то, что срок экзамена приближается, не занимается учебой, и в последнюю ночь садится, чтобы лихорадочно что-то там полистать и успеть. И если мы будем рассуждать, почему первый студент планомерно и методично освоил весь материал, а, скажем, а второй из нашего примера нет, мы можем сказать, что у первого студента, например, была очень сильная сила воли. Он был такой молодец, что он все выучил к экзамену и очень сильно постарался. Но такое объяснение нам с точки зрения практики ничего не дает. Непонятно, как мы эту силу воли можем, скажем, в себе вырастить или стать такими же успешными, как первый студент. А с точки зрения прикладного анализа поведения мы можем рассмотреть действия, которые предпринимал первый студент для того, чтобы достичь своей цели. То есть мы можем рассмотреть, какое поведение он применял для того, чтобы выучить, скажем, весь объем к экзамену. И мы можем использовать методы, которые использовал первый студент, например, для решения каких-то своих задач. На следующем слайде фотография Бориса Скиннера. Это основатель прикладного анализа поведения. Более подробно о том, что это за наука, вы, конечно, можете почитать в открытых источниках. И я рассказывала небольшую вводную лекцию по прикладному анализу поведения. Вы можете посмотреть вебинар на канале Директ Академия. Называется «Вербально-поведенческий подход к формированию речи». Как мы будем рассматривать поведение человека с точки зрения самоуправления? Когда человек контролирует себя, когда он обдумывает какую-то стратегию, то есть что он будет делать, каким образом, например, как он будет готовиться к экзамену, он также осуществляет какое-то конкретное поведение. И человек начинает контролировать свое поведение таким же образом, как бы он контролировал поведение другого человека. Скинер говорил о теории двух реакций для того, чтобы объяснить теорию самоконтроля. Он говорил, что контролирующая реакция так воздействует на ситуацию, чтобы изменить вероятность возникновения другой контролируемой реакции. Я поясню на примерах. Например, целевое поведение, которое мы хотим изменить, или контролируемая реакция. Например, мы хотим начать копить деньги, вместо того, чтобы их тратить на легкомысленные покупки. И управляющее поведение, то есть что мы делаем для того, чтобы начать контролировать свою реакцию. Например, мы можем планировать покупки и начать записывать расходы. Или, например, мы хотим начать ездить на велосипеде каждый вечер по 30 минут. Что мы можем сделать для того, чтобы это осуществить? Мы можем составить, например, поминутный график тренировок и каждое утро показывать коллеге. Или, если мы планируем написать работу объемом 20 страниц, мы можем сделать целую цепочку действий, написать краткий план статьи, разбить его на фрагменты, определить конкретный срок для написания каждой части. Для того, чтобы себя стимулировать, мы можем даже отдать купюры другу на хранение и в оговоренные за ранние дни предъявлять другу написанные фрагменты и получать обратно по одной купюре за каждый написанный фрагмент. Но и в случае, если мы не успеваем выполнить то, что мы говорили с другом, то деньги, например, перечисляют на счет какой-то организации. Итак, что же такое самоуправление в прикладном анализе поведения? Самоуправление – это личное использование способов изменения поведения, позволяющих добиться каких-то желаемых изменений поведения. Это можно включать как какие-то разовые прецеденты самоуправления, ну, например, повесить ручку, зонтик на ручку двери, чтобы не забыть его взять, или написать себе записку на шкафу, чтобы не забыть, например, надеть определенный костюм, или положить книгу на водительское сидение, чтобы не забыть ее завести, наконец, в библиотеку и так далее. Так и самоуправление может включать сложные какие-то длительные поведенческие программы, например, такие как план отказа от курения. Какие практические задачи самоуправление решает? Помогает нам жить более эффективной повседневной жизнью. Я думаю, что все мы с вами составляем какие-то списки дел на день, списки перед походом в магазин и так далее. Помогает отказаться от вредных и приобрести полезные привычки. Самоуправление часто рассматривают как способ избежать ловушек сиюминутного подкрепления. Характерный достаточно пример – это когда непосредственные последствия оказывают большее влияние на поведение, чем значимые, но отложенные результаты. Я думаю, что все, без исключения курильщики, знают, что курение очень вредно. И что если курить, то можно когда-нибудь заболеть. Причем заболеть очень тяжело и серьезно. Но это пример слабой закономерности. Когда последствия очень отдаленные, но и очень серьезные. Практически не оказывают влияния на поведение, а на поведение оказывает влияние непосредственная выгода. То самое сиюминутное подкрепление, которое человек получает, скажем, после каждой выкуренной сигареты. Применяя методики самоуправления, можно сформировать искусственные немедленные последствия и таким образом повлиять на свое поведение. Самоуправление позволяет решать более сложные задачи. В случае, когда ближайшие результаты, которые мы получаем, они незначительно приближают нас к какому-то большому итогу и не влияют на поведение. Например, я думаю, что все люди, у которых есть лишний вес, знают о том, что если постоянно переедать, особенно если есть тортики и мороженки, то набираешь лишний вес. Но при этом каждый кусочек тортика или одна порция мороженого, она не оказывает непосредственного влияния на набор лишнего веса, то есть мы ее не видим. И для того, чтобы выполнить сложную задачу, например, снизить вес, как правило, мы тоже нуждаемся в каких-то искусственных приемах управления своим поведением. Еще один пример – это написание дипломной работы, когда предстоит выполнить очень большой какой-то объем работы, и небольшое непосредственное действие, которое выполняет человек, написание одного абзаца, не знаю, подбор одной ссылки к научной работе, оно очень незначительно приближает человека к конечному результату. Поэтому, как правило, человек тоже нуждается в том, чтобы составить некий договор, некий план работы, для того, чтобы немедленные последствия получать после каждого выполненного небольшого кусочка работы. Самоуправление помогает достичь каких-то личных целей. Например, можно научиться играть на музыкальном инструменте, если делать это ежедневно и, например, установить, что если я каждый день 30 минут буду играть на гитаре, то, например, мой друг, которому я показываю отметки о сделанной работе, будет меня хвалить, и со временем я смогу сыграть композицию, выступить на концерте. Изучение иностранного языка, ежедневное выполнение комплекса упражнений. Как правило, для того, чтобы выполнить эти цели, люди также применяют приемы самоуправления. Александра, можно чуть-чуть громкость сделать побольше, потому что тихо пошел звук немножко. Так, ну я надеюсь, что лучше стало. Какие же основные методы самоуправления рассматривают в прикладном анализе поведения? Их делят на две основные группы. Первая группа – это управление средой или изменение антицидентов. Антицидентами называются факторы, которые были перед поведением. И вторая группа – это изменение последствий поведения, то есть это изменение того, что было после поведения. Мы рассмотрим сейчас первую группу методов. Это управление средой, то есть управление тем, что было перед поведением. И первая часть – это управление мотивационными условиями. Мотивационным условием в прикладном анализе поведения называется то, что изменяет значимость предмета или события в качестве подкрепления и влияет на чистоту поведения, которая подкрепляется этим предметом или событием. Например, если человек испытывает жажду, то он наверняка будет предпринимать какие-то усилия для того, чтобы достать воду. Он может пойти к холодильнику, достать воды, он может купить воды в магазине, он может подойти к фонтанчику с питьевой водой и так далее. Если он жажду не испытывает, то есть у него нет этого мотивационного условия, то поведение для того, чтобы достать питьевую воду, у него, вероятнее всего, проявляться не будет. И управление мотивационными условиями – это когда человек осуществляет какое-то поведение, чтобы повлиять на свой уровень мотивации, что впоследствии повлияет на появление или отсутствие нужного поведения. Например, если человек собирается на ужин у известного повара и хочет в полном объеме оценить меню, он может пропустить обед, чтобы пойти голодным и чтобы попробовать все предложенные блюда. Или человек может поесть перед походом в магазин, потому что знает, что если пойдет в магазин голодный, то, вероятнее всего, накупит сладости и всевозможных вредных продуктов, которые он обычно не покупает. Еще один способ управления средой – это использование подсказок. Подсказки мы все с вами используем, всевозможные, самых разных видов. Например, подсказки визуальные – это записки, которые мы везде можем размещать, списки дел. Люди, которые ухудеют, могут фотографии свои в купальнике, например, вешать на дверь холодильника для того, чтобы напоминать себе постоянно о намерении держать диету. Это слуховые подсказки, различные, например, звуковые сигналы, которые мы получаем и которые нам напоминают о чем-то. Подсказки текстовые, когда мы пишем себе всевозможные напоминалочки. И подсказки символические, когда мы можем использовать, например, крестик на руке, который мы рисуем, для того, чтобы не забыть выполнить какое-то действие. Самое главное – не забыть вообще, зачем мы этот крестик нарисовали. Подсказки бывают регулярными для каких-то постоянных событий. Например, написать «вынеси сегодня мусор подростку, который у вас отвечает за это в квартире». Могут быть подсказки одноразовые. Вы себе пишите «здать книгу в библиотеку», «не забыть отдать отчет» и так далее. Подсказки бывают генерализованные, то есть обобщенные. Это вот тот самый крестик на руке, браслет, который люди надевают на руку, чтобы о чем-то не забыть. Интересный способ, который я встретила, называется «кольцо памяти». Когда автор книги, которую я читала, пристегивал себе карабин на ручку портфеля, чтобы не забыть выполнить определенное действие. При этом для того, чтобы не забыть, зачем он этот карабин прицепил, он себе три раза проговаривал инструкцию. Например, прицепил карабин и проговаривает. Подготовить доклад такой-то, подготовить доклад такой-то, подготовить доклад такой-то. И когда он видел карабин, он, конечно, вспоминал, что нужно сделать. Есть подсказки, такой вид, как подсказки с напоминанием о поведении, которые человек хотел бы повторять в разных условиях и ситуациях. Я встречала очень интересный способ, когда отец очень мало общался с детьми и решил сознательно увеличить свою инициативу в общении. Он прикрепил клейки и листочки, стикеры со смайликами в разные части квартиры. И каждый раз, когда он видел смайлик, он вспоминал о том, что он должен проявить инициативу в общении с ребенком и или обращался к нему с каким-то вопросом, или находил повод его похвалить за что-то, или спрашивал его о чем-то, то есть каким-то образом инициировал общение. Еще один вид управления средой – это осуществление первых реакций поведенческой цепочки. Многие виды поведения представляют собой цепочки реакций, когда мы выполняем некую последовательность действий. И когда мы делаем первую часть цепочки, то вероятнее всего мы пройдем цепочку до конца, то есть выполним поведение целиком. Например, утром человек слышит по радио прогноз погоды о том, что вероятнее всего вечером будет дождь, и до выхода из дома у него остается полчаса. И для того, чтобы не забыть взять зонтик, он вешает его на ручку двери или кладет себе на портфель или на сумку. То есть вероятнее всего, выходя из дома, этот человек возьмет с собой зонтик и не забудет это сделать. Я для того, чтобы пойти на тренировку вечером, собираясь на следующий день, кладу себе форму для тренировки в свою сумку. И увидев форму, я иду на тренировку. То есть получается, что я начала уже по сути тренировку, я взяла форму, и дальше мне остается уже только прийти в спортзал для того, чтобы потренироваться. Еще один вид управления средой – это устранение факторов, которые провоцируют нежелательное поведение. Когда меняют среду таким образом, чтобы затруднителей сделать невозможным проявление нежелательного поведения. Как пример, это курильщик, который выбрасывает сигареты. Дама на диете, которая убирает сладости из дома или офиса. Ну и, конечно, как правило, здесь требуются какие-то дополнительные способы поддержки желаемого поведения, чтобы курильщик не начал разыскивать сигареты или дама не начала искать сладости каким-то образом. Еще один вид управления средой – это ограничение условий для нежелательного поведения. Снижают чистоту нежелательного поведения, накладывая ограничения на условия, которые провоцируют это поведение. И пример, человек, который часто трогает и чешет лицо, ставит себе условия о том, что он немедленно перестает чесаться, как только он осознает, что он делает, и что у него есть в любой момент возможность почесать и потрогать лицо, только сделать это в ванной, когда он захочет. Еще один интересный пример – женщина, которая пыталась бросить курить и вела подсчет выкуренным сигаретам, но на чистоту поведения никак не повлиял этот учет. Тогда она подумала, в каких ситуациях она курит особенно часто, и выяснила, что она часто курит в компании других людей, когда она смотрит телевизор, когда она читает или когда она лежит, отдыхает. И тогда она себе поставила специальный курительный стол для курения, она его поставила в дальний угол, попросила домашних не подходить и не разговаривать с ней, когда она курит, и поставила телевизор так, чтобы у нее не было возможности курить и смотреть телевизор. Такие меры привели к тому, что она стала действительно курить меньше. Тогда женщина пошла еще дальше, она поставилась тут в подвал, то есть там, где ей нужно было, во-первых, до него добраться, во-вторых, у нее не было никаких условий, которые провоцировали или были вместе с нежелательным поведением, и в этом случае ей вообще удалось отказаться от сигарет. Еще один интересный способ, который я читала – мужчина, который постоянно ворчал на жену, и с которым было очень неприятно общаться, потому что он все время проявлял какую-то вербальную словесную агрессию, ему предложили поставить специальный стул в гараж, и в случае, если ему захочется поругаться, делать это сколько ему удобно, но на этом стуле. То есть ему нужно было пойти в гараж, сесть на стул, и там уже можно было всем высказывать все, что ему хочется. И действительно, этот способ привел к тому, что, по крайней мере, семейная ситуация наладилась, и мужчина стал по отношению к другим людям реже проявлять вербальную агрессию. Интересный способ управления средой – это создание специфической среды для желательного поведения. Это когда мы пытаемся установить стимульный контроль над поведением, которое требует пролежания и концентрации, создавая или ограничивая обстановку. Например, писатель, который создает определенную обстановку у себя в кабинете, у него есть какой-то письменный прибор или у него есть компьютер, за которым он только работает, и в кабинете он садится и ничем другим не занимается, он там только пишет. И уже заходя в этот кабинет, он становится более сосредоточенным, более внимательным и начинает там работать, не отвлекаясь. Еще один интересный пример – это студент, у которого один компьютер и для учебы, и для развлечений, и для игр, и он меняет себе обои на рабочем столе компьютера, когда он занимается учебой. А когда он занимается играми или развлечениями, он опять-таки себе меняет обои на рабочем столе. И это тоже помогает дать ему самому себе некий сигнал, что сейчас я работаю, сейчас я развлекаюсь. Не говоря о том, что вот эта смена обоев на рабочем столе – это тоже некое действие, которое помогает ему отследить. Так, я закончил заниматься, я начинаю развлекаться, а я же должен был сделать еще некий объем работы. И крайне полезный, на мой взгляд, пример – это пример с бессонницей у взрослого человека, который ложился спать в одно и то же время, но засыпал через 3-4 часа, потому что он все время крутился в кровати, начинал о чем-то думать. Ему посоветовали действовать следующим образом – вставать, если он не может заснуть, и ложиться в кровать, только если он почувствует сонливость. И по результатам отчета этого человека, первое время, первую неделю он вставал 4-5 раз за ночь. То есть он ложился, начинал думать, крутиться, он вставал, уходил в другую комнату, чувствовал сонливость, ложился опять, опять начинал думать, опять вставал. И ему удалось через неделю такого вставания и засыпания в своей кровати сформировать у себя стимульный контроль над поведением засыпания, то есть он привык, что кровать только для сна. И когда ложился, он засыпал уже без вот этого длительного периода бессонницы. Интересный способ работы со своим собственным поведением называется самонаблюдение. Самонаблюдение – это метод, при котором человек осуществляет систематические наблюдения за собственным поведением и регистрирует в случае проявления или отсутствия целевого поведения у себя самого. Есть такой феномен, который оказывает большое влияние на поведение самонаблюдения, как реактивность наблюдаемых. Реактивность наблюдаемых – это когда сама процедура оценки влияет на оцениваемое поведение. И возникает, когда наблюдаемые знают о присутствии целенаблюдателя. Например, дети в классе, когда к ним приходит замуч наблюдать за их поведением, даже если это не замуч, а просто их предупредили, что кто-то наблюдает за тем, как они себя ведут, начинают менять свое поведение. Хотя никаких еще вмешательств по отношению к их поведению не применялось. Просто им сообщили о том, что кто-то наблюдает. Вот этот же феномен, реактивность наблюдения, он действует и в отношении самого человека в программах самонаблюдения. Например, девочка в классе, за поведением которой на уроках истории наблюдал посторонний наблюдатель. Я отметила, что она очень много отвлекается и определенное время проводит в разговорах с соседкой по партию. Это время было зафиксировано. Потом этой же девочке было предложено ставить плюсики в графы, когда она считала, что была внимательна на уроке. Вот просто ставить, когда она вспоминала о том, что нужно быть внимательной. То есть наблюдать самой за своим поведением. Посторонний человек в классе остался. О том, что он наблюдает за поведением девочки, девочка не знала. И наблюдатель отметил, что как только девочка стала сама следить за своим поведением, уровень ее внимания, уровень ее вовлеченности в задания педагога значительно повысился. Если не ошибаюсь, около 80% составил уровень. Самонаблюдение часто используют в программах по снижению веса, по отказу от курения, когда человек хочет перестать грызть ногти, когда оценивают уровень сосредоточенности при выполнении заданий, уровень успеваемости. Учителя этот метод использовали, например, для того, чтобы оценить, как часто они хвалят детей. Почему самонаблюдение эффективно? Самонаблюдение меняет поведение, так как запускает механизмы самооценивания, которые подкрепляют желаемое поведение. Например, ребенок заносит в таблицу информацию о сделанных заданиях и хвалит себя. Человек считает калорийность своей съеденной нормы и тоже хвалит себя. Или, например, отсутствие результатов или отметки о нежелательном поведении вызывает чувство неудовлетворенности, которого можно избежать, улучшив свои результаты. Например, человек видит, что он сегодня съел больше дневной нормы калорий и испытывает от этого огорчение. И для того, чтобы быть собой довольным, себя похвалить, ему нужно просто попасть в эти установленные для самого себя рамки. Интересные способы самонаблюдения использовали писатели. Например, Хемингуэй. И для того, чтобы оценивать свою дневную норму слов, писал себе над столом количество написанных слов. И если количество написанных слов за день его устраивало, то на следующий день он разрешал себе отправиться ловить рыбу на целый день. И метод самооценивания – это когда мы сравниваем свои достижения с заравниваемым установленным стандартом. То, что я уже приводила в пример. Например, Хемингуэй, который оценивает, выполнил он свою норму или нет. Рекомендации и методики применения самонаблюдения. Как его сделать эффективным? Ну, прежде всего, оно должно быть простым. Я прошу прощения за качество слайда. У меня получилось вот только таким образом картинку переснять. Это чек-лист, который был у учащихся в доступе. И посмотрите, пожалуйста, картиночка F1 и F4 показывает целевое поведение учащихся. Целевое поведение было делать работу по математике. Картинка F2 показывает нежелательное поведение, болтовня с другом. И вверху подсчет. То есть ребенок обводит кружочком, как только он отвлекается и начинает разговаривать с другом. Цифра 6, обведенная, показывает максимальное количество, максимально допустимое количество случаев отвлечений на болтовню. Под картинкой делаю работу по математике. F4, картинка F5. Подсчет там обведена цифра 10. Это количество примеров, которые должен решить ребенок за урок. И картинка самая крайняя, F6, это то, что произойдет. Это минуты игры на компьютере, которые ребенок получит, если он покажет учителю вот этот правильно заполненный чек-лист. Также для самонаблюдения очень важно предоставлять подсказки и напоминания. Приводят пример, например, звуковых подсказок. Когда в классе звучит какой-то звуковой сигнал, конечно, невыраженный, не очень громкий, и дети ставят галочку в своих специальных каких-то блокнотиках или листочках, если были внимательны на момент звучания сигнала. Сигнал за этот урок выдавался в среднем 10 раз и в случайном режиме, то есть не было каких-то промежутков заранее установленного времени. Это визуальные подсказки, например, это правила для детей, которые висят над доской в классе. Тактильные подсказки. Можно поставить, например, себе какое-то электронное устройство или телефон в режим вибрации через какой-то промежуток времени, чтобы напомнить себе или напомнить другому человеку о том, что надо выполнить некое действие. Ну и, конечно, подсказки должны быть невыраженные, чтобы не мешать участникам программы и окружающим. Начинают всегда работать в режиме частых подсказок, и постепенно подсказки снижают по мере того, как человек привыкает к самонаблюдению. Еще одна рекомендация. Выбрать для самонаблюдения наиболее важный параметр целевого поведения, который отражает прогресс в достижении целей. Например, если человек хочет потерять их вес, он может считать самые разные вещи. Он может считать, сколько кусочков пищи он съел, он может считать, как он быстро их съел, он может считать, сколько раз он в день поел, он может посчитать, сколько он в течение времени, какое количество времени он кушал. Но на самом деле важным параметром здесь будет количество калорий, сколько же калорий он съел на самом деле. Еще одна рекомендация – это начать самонаблюдение как можно раньше и прибегать к нему как можно чаще. Например, самонаблюдение в отношении первых этапов поведенческой цепочки будет более эффективным для изменения поведения, чем отслеживание конечных реакций. И приводится пример, когда человек считал количество выкуренных сигарет, но никакого влияния на его поведение этот подсчет не оказал. Тогда человек стал делать отметки каждый раз, когда он начинал цепочку действий, то есть он вставал, например, доставал пачку сигарет, он ставил отметку о том, что он взял пачку сигарет и начал цепочку курения в этот момент. Это помогло ему в некоторых случаях положить пачку на место, и постепенно человек бросил курить через несколько недель вот таким образом. Еще одна рекомендация – это поощрение точности самонаблюдения. Дети, которым предлагали самим оценивать свои успехи, оценивать приложения и по результатам получать какие-то награды, конечно, начинали, как правило, результаты завышать. В этом случае учитель устанавливал следующие критерии, то есть он тоже оценивал работу детей и говорил, что награду получает тот ребенок, у которого оценка, которую он поставил себе сам, различается с оценкой учителя не больше, чем на один балл. Если различия больше, то награды, к сожалению, не получает. Мы переходим к следующей группе методов. Мы говорили сейчас о влиянии на антициденты, то есть на предшествующие события, на то, что происходит перед поведением. Теперь мы поговорим о самостоятельном управлении последствиями поведения. Аналоги положительного подкрепления – это когда человек получает что-то, он может получить жетон, может получить минуту свободного времени, какие-то баллы или очки, и это влияет на его поведение таким образом, что поведение начинает происходить чаще. В этих случаях поведение не обязательно может предоставляться человеку самому себе. Можно попросить посредника, например, предоставлять подкрепление. В качестве примера можно, например, привести исследования, которые проводили учеников третьего класса. Они писали самостоятельные работы, и им было предложено эти работы оценивать, также самостоятельно подсчитывать количество в работах существительных, прилагательных и глаголов. После этого они могли определенное количество баллов обменять на ценные для них призы. Это были минуты свободного времени, которые им предоставлял учитель. И по итогам наблюдения, количество прилагательных существительных и глаголов в работах детей значительно выросло, дети стали писать очень развернутые работы. Самостоятельное управление последствиями. Такой вид, как аналоги отрицательного подкрепления, когда предоставляется какое-то неприятное последствие, например, наказание или штраф, и небольшое должно быть обязательно последствие, а действие, которое человек предпринимает, должно быть легко осуществимо. Например, если человек ставит себе цель ежедневно вести дневник и раз в неделю писать письмо родителям, и оговаривает условие, что каждый раз, когда он забывает сделать запись в дневнике, то он выполняет работу по дому за своего друга. Или человек ставит себе условие играть каждый день по полчаса на гитаре и ведет дневник учета. Если в 23 часа в воскресенье он оценивает результаты и видит, что в какой-то день он на гитаре не играл, то он делает по 50 приседаний за каждый пропущенный день недели. Самостоятельное управление последствиями для снижения нежелательного поведения. Частоту нежелательного поведения можно снизить, если за ним каждый раз будет следовать болезненное ощущение или какое-то неприятное событие. И добровольное штрафование или отстранение от подкрепления на определенный период времени в случае нежелательного поведения тоже относятся к этому способу. Какие рекомендации здесь можно установить? Во-первых, нужно выбирать небольшие и легко достижимые последствия. Нужно устанавливать важные, но легко достижимые критерии. Часто бывает, что человек ставит себе или очень высокие критерии, которые он физически соблюдать не может. Например, он говорит, что я буду бегать каждый день 2 часа. И может быть, один или два дня он эту программу выполнит, но потом просто поймет, что эта программа для него невозможна. Или человек устанавливает в себе очень низкие критерии, ради которого ему и стараться-то не надо, по сути. Очень важно здесь найти такой баланс, когда придется прилагать усилия, но усилия должны быть реально достижимые. Третье важное условие – это исключение риска нежелательного подкрепления. Извините. Нелегального подкрепления, простите, я оговорилась. В случае, когда человек в качестве подкрепления выбирает вещи, которые у него находятся и так в постоянном доступе, и которые он и так может получить без выполнения каких-то дополнительных поведенческих реакций и без какой-то работы сделанной. Например, если человек привык каждый день вечером смотреть спортивное обозрение и пить пиво, а потом устанавливает в себе критерии, что он это делает только после того, как он, скажем, изучал иностранный язык, то очень маловероятно, что он откажется от этой привычки, если он не выполнил условия, которые сам себе поставил. В таких ситуациях лучше в качестве подкрепления рассматривать какое-то небольшое эксклюзивное событие, если все-таки пить пиво является ежедневной привычкой, то, может быть, в случае выполнения условия это будет какой-то эксклюзивный сорт, который можно будет где-нибудь купить дополнительно или там, откуда-то достать. Если нужно, то можно попросить кого-нибудь контролировать получение последствий. Ну, например, женщину, у которой стояла беговая дорожка дома и которая решила бегать каждый день 20 минут и попросила мужа контролировать выполнение вот этих упражнений. Но муж ее жалел и, по сути, не удалось ей внедрить эту программу. Тогда она договорилась с сыном, что она будет мыть за него посуду, если она не бегала 20 минут в день. Сын очень внимательно следил, не давал маме спуску и удалось ввести вот такую ежедневную привычку. И пятое очень важное условие – это не усложнять. На самом деле все работающие программы должны быть удобными. Если программа очень сложная, то, вероятнее всего, человек не будет ее соблюдать в течение длительного времени. Другие методы самоуправления я расскажу просто очень коротко о том, что это такое. Может быть, вы тоже вспомните, как вы их используете сами. Такой метод, как самоинструктирование. Это какие-то вербальные инструкции, которые мы произносим вслух или про себя и которые действуют как подсказки для желательного поведения. Например, я когда начинала ездить на машине самостоятельно, я проговаривала о себе все действия. Пожимаю сцепление, включаю передачу и так далее. И я до сих пор пользуюсь этим методом самоинструктирования. Например, когда я ставлю машину на какой-то большой парковке у торгового центра. Я проговариваю, где ее оставила и как к ней надо идти. В таком случае я без проблем нахожу дорогу обратно. Еще один интересный метод – это замещение привычки. Когда человека учат самостоятельно распознавать нежелательные реакции и прерывать поведенческую цепочку на максимально ранних стадиях с помощью поведения, которое несовместимо с проблемным поведением. Например, женщина, которая грызла ногти, как только понимала, что подносит руку к рту, она очень сильно сжимала руки в кулаки на 2-3 минуты и прямо вот держала. Или если у нее была возможность сидеть, она садилась себе на руки. Тоже помогло ей отказаться от привычки. Еще один интересный пример замещения привычки – это когда младших школьников с нарушениями эмоционально-волевой сферы, с агрессивным поведением, с истериками сначала учили принимать позу черепашки. Это когда они садились и руки-ноги прятали под себя, голову клали или на парту, или складывали ее на ковер, расслаблялись и начинали дышать медленно и размеренно. А потом ребят учили применять вот эту позу черепашки и размеренное дыхание, когда они чувствовали, что они вот-вот начнут проявлять агрессию по отношению к себе или к окружающим, или они начнут кричать. То есть тоже их учили переключаться на что-то другое и расслабляться. Еще один интересный метод – это систематическая десенсибилизация, замещение нежелательного поведения, например, страха и тревожности, другим поведением, например, мышечной релаксацией. В этом случае, как правило, составляют список иерархический, вызывающих тревогу ситуаций, от самой страшной до наименее пугающих. И человек учится дышать размеренно, находиться в состоянии покоя и релаксации, последовательно представляя себе все эти ситуации, от наименее страшной к наиболее страшной. Когда человеку удается сохранять расслабленное положение, глубокое дыхание, даже если он представляет себе самую страшную ситуацию, переходит к отработке этих ситуаций в жизни. И метод усиленного повторения, когда многократно повторяют нежелательное поведение, при этом будущая частота данного поведения может снижаться. В качестве примера могу привести историю с девушкой, которой был навязчивый ритуал, она постоянно проверяла квартиру. То есть она обходила, заглядывала под кровать, в шкаф, в тубочку и так далее. У нее было порядка 14 пунктов, которые она должна была выполнить постоянно. И девушка начала применять метод усиленного повторения. То есть каждый раз, когда она обходила квартиру один раз, она заставляла себя еще 4 раза сделать этот обход. Через неделю применения этого метода она увеличила количество обходов до 5. То есть каждый раз, когда она чувствовала желание пойти и проверить, все ли в порядке, она делала это сразу 5 раз. Постепенно у нее эта привычка также ушла. То есть ей удалось с этим навязчивым ритуалом тоже справиться. И последнее, наверное, что мы должны обсудить в нашем вебинаре, это как же составить эффективную программу самоуправления. Я расскажу сейчас подробнее про каждый пункт. Первое, это нужно наметить цель и выбрать поведение, которое вы хотите изменить. И основной принцип прикладного анализа поведения, который, собственно, работает с поведением, это то, что поведение, с которым вы собираетесь работать, должно быть описано очень четко и ясно. И определение должно быть составлено таким образом, чтобы вы могли посчитать количество нужных реакций, собрать точные данные для того, чтобы принять решение. Например, если вы говорите, я хочу быть более усидчивым или более внимательным, не очень понятно, что это такое. То есть стали вы более усидчивым или вы не стали более усидчивым? Или вы сейчас уже достаточно усидчивый? Ну, если вы определяете поведение, например, говорите, что я буду сейчас писать программу, но это я про себя, и не отвлекаться на социальные сети, мессенджеры и телефонные звонки в течение 30 минут, то я понимаю, с каким поведением я работаю и понимаю конечную цель, которую я сама себе поставила. Начните с самонаблюдения выбранного поведения. Как только вы определили, какое поведение вас интересует, нужно сразу начинать самонаблюдение. Это позволит вам, во-первых, определить события, которые происходили до целевого поведения, и то, что происходит после. Поможет выбрать достижимый критерий. Например, в примере, который я только что озвучила, полчаса не отвлекаясь, это достижимый для меня критерий. Два часа не отвлекаясь, пока не достижимы, к сожалению. И собрать исходные данные, которые позволят вам оценить эффективность вмешательств, то есть продвинулись ли вы в своей программе или нужно что-то изменить. Ну и то, что мы с вами уже говорили, иногда одного самонаблюдения бывает уже достаточно для того, чтобы поменять поведение. Если самонаблюдение все-таки было недостаточно для изменения поведения, то нужно подобрать эффективные искусственные поведенческие последовательности, которые вам помогут это сделать. То есть, если каждая поведенческая реакция или отсутствие реакции будет сопровождаться какими-то безотлагательными и очевидными последствиями, то вероятность добиться цели возрастает. Ну и пример, который я уже приводила. Курильщики, как правило, все знают о том, что курить – это вредно, но получение 7-минутной выгодости и 7-минутных последствий перевешивает долгосрочные и пока не очень явные последствия. И в этом случае курильщик может создать себе искусственную последовательность, то есть, например, он может отвечать, отмечать каждую выкуренную сигарету, показывать своему партнеру по программе графики или какие-то отметки, а тот согласно договоренности может хвалить или предоставлять какие-то оговоренные последствия. И в этом случае курильщик может достичь цели, например, уменьшить количество сигарет или отказаться от курения с гораздо большей вероятностью, чем при естественных последствиях. Еще один способ, который помогает увеличить эффективность – это рассказать окружающим о своем намерении изменить поведение. Безусловно, это повышает эффективность самоуправления, так как когда человек рассказывает о своей цели, он обеспечивает себе потенциальные последствия по хвалу или осуждению окружающих в зависимости от успеха или провала в достижении цели. То есть, человек может заявить о том, что он собирается сделать и в какие сроки он намерен выполнить задачу. Например, если человек собрался худеть, придерживаться диеты, рассказал об этом домашним, то есть тортик, а может быть, просто даже как-то вот неловко теперь. Принцип привлечения общественного внимания в самоуправлении с формулированным элитом, об этом, собственно, и говорит. Например, когда начинающий научный сотрудник публикует тезисы своей научной работы, знакомит своего научного руководителя и вообще руководство с планом своей грядущей работы, это помогает ему самому организоваться и начать работать более эффективно. Подберите партнера, который вам поможет в самоуправлении. Реакция другого человека, который отслеживает вашу работу над собой, может стать значимым последствием. Например, я, как я уже говорила, очень часто отвлекаюсь на мессенджеры, на телефонные звонки, когда сажусь работать, и я повернула компьютер таким образом, чтобы мой сын видел, что я, собственно, делаю за экраном. Поэтому мне, в первых, стало очень неловко отвлекаться, показывать ему дурной пример того, что я не могу полчаса даже сосредоточиться и работать. Во-вторых, его реакция тоже служит для меня значимым подкреплением. Сотрудничество при выполнении программ самоуправления тоже очень известный пример. Например, когда аспирантки договариваются о том, что они будут раз в неделю встречаться, рассказывать о своих успехах, показывать каждый объем сделанной работы, обсуждать достижение целей, друг друга подбадривать, и в результате каждая из них защищает свою диссертацию в назначенный срок. То есть вот таким образом они друг другу помогают организовывать поведение. И еще один способ повышения эффективности – это постоянная оценка успешности программы самоуправления и корректировка ее по мере необходимости. Опираться необходимо на объективные данные. Они показывают, если программа работает неудовлетворительно, то необходимость изменения вмешательства. Например, если человек считает, сколько сигарет в день он выкурил и видит, что либо данные не меняются, либо есть прирост, то он должен проанализировать, что происходит. Положительная динамика выступает в роли подкрепляющих последствий, которые усиливают желание управлять собой дальше. Например, если человек видит, что количество выкуренных сигарет начинает снижаться, это выступает для него тоже в роли подкрепления. И закончить вебинар я хотела бы постулатом, сформулированным Беррисом Скиннером, о том, что поведение меняет поведение. То есть наше поведение в отношении самого себя меняет наше поведение, которое мы хотим изменить. Это, собственно, наверное, принцип самоуправления в прикладном анализе поведения. Я бы хотела сказать всем большое спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы или необходимо со мной связаться, это можно сделать в соцсетях. И у меня есть канал на Яндекс.Дзен, он так и называется, Елена Баклановская, я там иногда публикую видео или какие-то свои статьи. Я буду рада, если у вас есть вопросы или какие-то комментарии. Мы договаривались, что мы попробуем, по крайней мере, я просила, что вы попробуете делиться, если у вас есть какие-то примеры самоуправления. Ирина Юрьевна пишет, приводит пример. Интересный способ. Да, вот Ирина Юрьевна пишет о том, что девочка интеллектуально сохранная, у нее хорошая память, выразительная речь, но на занятиях она ерзает, грубит, строит рожи, всячески привлекает к себе внимание, срывая занятия. Несмотря на то, что часто отсутствует на занятиях, удалена, да, то есть вы ее выводите с занятий, сразу может ответить правильно, знает много для своего возраста. Ни похвала, ни порицания, ни лишения благ не дает видимых результатов. Как убедить ребенка, какой способ можно использовать, чтобы она приняла правила поведения и какое самоуправление поведением ей можно предложить. Девочке 6,5 лет. Ирина Юрьевна, в прикладном анализе поведения всегда, когда анализируют поведение, стараются выяснить, для чего оно происходит. Поведение – это энергия, которую человек тратит, которую тратит организм. И если это поведение постоянно продолжается и повторяется, то значит поведение устойчивое, оно свои цели достигает. И для того, чтобы заставить для ребенка эффективную программу коррекции нежелательного поведения, нужно выяснить, для чего ребенок там делает. То есть, что наступает сразу после поведения. Вероятнее всего, например, если она привлекает внимание таким способом, ну, невероятнее всего, простите, пожалуйста, я не могу делать выводы, конечно, не в виде ребенка, но в качестве примера. Например, если весь класс начинает на нее реагировать, и вы на нее тоже реагируете, это может быть функция привлечения внимания. Если девочка начинает строить рожи, грубить и привлекать к себе внимание, после этого вы ей говорите выйти из класса, и это повторяется достаточно часто, то это может быть функция, например, сбегания занятия. Когда ребенка вывели, он радуется, что ему не нужно больше это делать. На самом деле, для того, чтобы эффективно составить какую-то программу, нужно подумать, для чего человек это делает, и дать возможность ей достигать ее цели каким-то другим социально приемлемым способом. Например, если вы предполагаете, что ребенок ведет себя таким образом, для того, чтобы вы на нее посмотрели, как-то на нее отреагировали, то начать предоставлять ей как можно больше внимания в моменты, когда она ведет себя нужным вам образом, то есть социально приемлемым образом. И вот в таком случае мы можем уже делать программу, скажем, самоуправления, направленную на то, чтобы она соблюдала правила поведения на занятии, и за это получала внимание. Если мы думаем, что все-таки она ведет себя таким образом, для того, чтобы избежать занятия, то есть ей очень хочется за дверь, все-таки, чтобы ее удалили с этого занятия, то в таком случае мы можем подумать, может быть, о какой-то смене деятельности, о том, чтобы дать ей возможность официально выходить за дверь, например, что-то принести для вас, как-то избежать занятия на какой-то короткий период, потом все-таки вернуться к нему. Но вот здесь я, к сожалению, каких-то общих рекомендаций дать не могу, пока непонятен сам случай. Николай Васильевич, такие схемы ненадолго, со временем накопится раздражение от самодрессировки и возникнет внутренний бунт. Не каждый тип темперамента впишется в такое самоуправление. Николай Васильевич, ну, конечно, такие схемы, вообще все искусственные поведенческие последовательности, вы правильно заметили, что они искусственные. То есть, конечно, это не естественная система. Но мы к ним прибегаем, когда естественные последовательности не работают, когда, например, у человека не получается сесть на диету, а у него есть показания для этого по состоянию здоровья. Или когда человеку нужно делать определенный объем работы, чтобы не пытаться потом написать диссертацию за одну ночь. Поэтому, конечно, такие схемы искусственные. Чтобы они не возникали, не раздражали человека, ему просто нужно подобрать схему, которая ему самому понравится. Это все. Мне кажется так. Ага. Елена Викторовна, как помочь ребенку в самоподготовке к урокам гиперактивным ребенком в 10 лет? Ну, Елена Викторовна, если стоит задача просто организовать, например, самостоятельную подготовку уроков ребенка, можно использовать, например, поведенческий договор. Кстати, это тема следующего вебинара, который я буду вести, о том, как составить поведенческий договор с ребенком и предусмотреть, например, самостоятельное выполнение домашних заданий. Мне кажется, что здесь будет этот метод очень эффективен. В случае, если вы хотите ввести у ребенка какие-то методы самоуправления, то также можно ввести его, например, доступный чек-лист, где он будет отмечать выполненные уроки, например, список заданий, а в конце, например, подкрепление, которое он получает или поощрение. Но обратите, пожалуйста, внимание на правила предоставления поощрения, то есть у него не должно быть доступа к ним в другое время. Помните то, что мы говорили про нелегальное поощрение? Если вы делаете чек-лист и внизу у вас рисунок компьютера о том, что он сейчас сделал уроки за такое-то время, галочки поставил, сам себя проверил, галочки поставил, в конце компьютер, то в другое время он компьютер получать не должен, иначе смысла не будет. Ирина Юрьевна. Представляем, спрашиваем, всячески замечаем успехи и превосходства, но этого хватает ненадолго. Да, Ирина Юрьевна, нужно посмотреть, нужно оценить все-таки функцию поведения, для того, чтобы это сделать, как правило, фиксируют в прикладном анализе поведения, что было до, само поведение и после. Ну, например, учитель сказал, а сейчас мы будем обводить буквы. девочка, само поведение девочки встала и сказала, а я не буду. И последствия, действия учителя, например, говорит, выйди из класса, или, не знаю, хорошо можешь не обводить буквы. И после того, как вы соберете какое-то количество таких записей, вы можете предположить о том, какой же функции все-таки имеет это поведение, то есть, чего достигает ребенок, поступая таким образом. Я понимаю, что это, конечно, работа, требующая такого уже образования и уровня, но на самом деле, если есть необходимость, вы можете обратиться на консультацию или к психологу с уже собранными данными, или к специалисту по прикладному анализу поведения, чтобы здесь вот самостоятельно не разбираться, а чтобы вам сформулировали все-таки, для чего ребенок таким образом поступает и помогли составить уже какую-то программу коррекции поведения. Так, вопросы кончились. Уважаемые коллеги, я отключаюсь, вопросов больше нет. Спасибо всем за внимание. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok